Ну что, в принципе, уже зрители есть. Начинаем. Кто не подключился, то посмотрит уже в записи. Начинаем наш сегодняшний эфир. Тема нашего сегодняшнего эфира это конфликт с партией 5.10, ну в частности больше с Геннадием Балашовым. Поэтому очень много вопросов возникло по поводу этого конфликта, потому я решил сделать эфир и рассказать, что я думаю, ответить на вопросы, чтобы закрыть эту тему. Значит, как вы знаете, некоторое время тому назад, я уже не помню, 2 недели тому назад, 3 недели тому назад, я заблокировал Геннадия Балашова и Маргариту Овчаренко за то, что они в своей ленте, ну в частности Балашов, систематически публиковали видеоролики Анатолия Шария. Все вы знаете мой конфликт с Шарьем с 2010 года, я сейчас не буду подробно в это вписываться, суть не в этом. Суть в том, что все вы знаете, что в 2014 году я баллотировался в народные депутаты Украины от партии 5.10. И, собственно, многие люди, мои зрители, меня часто ассоциируют с партией 5.10. И вот мы видим, что лидер партии Геннадий Балашов открыто и публично поддерживает Анатолия Шария, хотя некоторое время тому назад у него было совсем противоположное мнение об этом человеке. И поскольку я не могу находиться в одной партии, не могу находиться в одной компании и в одном интернет-сообществе с Анатолием Шарьем, я решил заблокировать тех людей, которые его пиарят. Все, вопросов нет, то есть разошлись мирно, никто никому никаких претензий. И, собственно, Геннадий Балашов мог сказать, да, вот разошлись мы во мнениях, я поменял свою точку зрения, теперь я поддерживаю Шария, не поддерживаю там тех-то. Так бывает, так нормально, то есть разошлись мирно, все хорошо. Но что сделал Геннадий Балашов? Он спустя день записывает видеоролик на Ютубе, где начинает высказывать в отношении меня прямые оскорбления, начинает высказывать в отношении меня клевету и всячески меня унижать. Да, хотя я Балашова же не унижал, я его не трогал, то есть я сказал, я не поддерживаю, и все. В ответ на это я записываю свое видео, можете посмотреть его на Ютубе, называется «Балашов, постирай свои штанишки», то есть забивайте просто в Ютуб «Балашов», это второе видео после его основного канала, вы сразу это видео увидите, чтобы я сейчас не повторялся, собственно, о чем это видео говорит. Собственно, да, видео меня упрекнули в том, что в этом видео я грубовато ответил Балашову, но я хочу обратить ваше внимание, что грубить начал Геннадий Балашов. То есть я ответил, собственно, в его же стиле, в его же риторике и показал Балашову его место. То есть если Балашов изначально ко мне начал обращаться с грубостью, то естественно, что я буду отвечать грубостью. Вот говорят, ты же начал обосранные штанишки и так далее. Уважаемые зрители, посмотрите, пожалуйста, видео Балашова, первое в мой адрес, где он рассказывал, что Ростислав Шапошников никто, что он живет как бомж, что его скоро выгонят с Америки. Это к чему было сказано? Я Балашова не оскорблял, я не говорил, что он живет как бомж или что у него там то, что выгонят с Америки. Я его такого не говорил. Я не говорил, я не давал ему никаких оценок. Я не давал ему оценок его личной какой-то жизни или его политической жизни. Я сказал, что я не поддерживаю его политическую позицию в отношении Шария. Все. То есть я не давал, я не оскорблял, я не называл его какими-то бранными словами. Балашов начал меня оскорблять. В ответ на это я записал видео, где оскорбил Балашова в ответ. То есть логика, да? Балашов первый оскорбляет, я второй. Если вы считаете, что я незаслуженно оскорбляю Балашова, тогда пойдите на страничку Балашова и скажите, зачем ты оскорблял Ростислава Шапошникова. Значит вопрос понятен, да? После моего, собственно, ну то есть в контексте этого видео Балашов утверждает, ну главная позиция Балашова в том, что он миллионер и ему все завидуют. Кто его критикует, ему все завидуют. Завидуют Шарию, поскольку у него миллион подписчиков. И вот ему все завидуют. Хочу обратить ваше внимание, что конфликт с Анатолием Шарием начался в 2010 году. Это нужно посвятить отдельную тему этому конфликту. Это очень интересная тема, но не тема нашего сюжета. Когда у Шария не было никакого канала Ютуба. У него вообще ничего не было, да? И получается какая ситуация, что вот сейчас Шарий набрал один миллион подписчиков. Так что, я утратил право говорить о Шарии, потому что у него миллион подписчиков? То есть вот пару лет назад я имел право говорить, потому что не было миллиона. А вот сейчас я уже завидую. Но я же начал говорить о Шарии не сегодня, а еще в 2010 году. Это сколько лет уже прошло. И это длится до сих пор. Суть не в этом. Значит, по поводу зависти, да? То есть, хотел бы добавить, что Анатолий Шарий фактически, ну, он занимается критиканством СМИ, да? Но он критикует средства массовой информации, которые имеют десятки миллионов зрителей. Почему тогда Шарий критикует СМИ, у которых десятки миллионов зрителей? Получается, он им завидует? Ну, если его критикуют, значит, ему завидуют. Значит, он завидует, когда критикуют другие СМИ. Но это же бред. Сам Шарий, фактически, обладая таким количеством подписчиков, сам является СМИ. И он распространяет определенную информацию. Но часто эта информация не соответствует действительности. И я, как человек, критикую средства массовой информации, которые называются Анатолий Шарий. Да, то есть, есть, допустим, средства массовой информации 1 плюс 1, есть Интер, а есть Анатолий Шарий. Он тоже дает информацию. Он тоже средства массовой информации. И он тоже дает клевету. И что? Если у Анатолий Шарий, то мы не имеем права его критиковать. но это же чушь, да, это уже какая-то секта, есть какой-то главный бог, его нельзя трогать, это бред. Значит, что касается хайпа, значит, Балашов говорит, я на Шария хайплюсь, у него миллион подписчиков, я вот соберу подписчиков, они проголосуют за партию по 10. Ну, давайте начнем с того, что у Шария в основном зрители из России, и зрители из России не голосуют на выборах в Украине. Значит, Балашов хвастался, что он собрал 2000 подписчиков, опубликовал видео с Шарием. Я вот распечатал статистику по Балашову, называется Social Blade, там и полная статистика канала, каждого канала на YouTube, можете посмотреть. Да, действительно, когда Балашов опубликовал видео по Шарию, у него начался рост, тут можно видеть на картинке, у него, видите, рост зелененький, вот там плюс 30, плюс 100 подписчиков, да, то есть у него начался рост. Вот, а когда я опубликовал видео про Балашова, постирай свои штанишки, это у нас было 5 числа, 5 июня, то обратите внимание, что после этого видео у Балашова начались сплошные отписки, видите, красненьким, у Балашова идут сплошные отписки, видите, у Балашова был сначала рост, а потом бах, и пошли сплошные отписки. Посмотрите внимательно на это, вы можете зайти на Social Blade и изучить эту статистику самостоятельно. То есть, что произошло на самом деле? Балашов приобрел подписчиков из России, которые ненавидят Украину, но потерял своих старых подписчиков, которые его поддерживали за его проукраинскую позицию. Вот что произошло, то есть фактически Балашов ничего не выиграл, потому что он приобрел новых подписчиков из числа Шария, но потерял старых, и это говорит его статистика. Обратите внимание, что у Балашова подписчики замерли, то есть у него возросло и отписалось, и фактически он находится на одном уровне, у него нет какого-то роста. В то же время я публикую свою статистику, вот это статистика канала Road Control, обратите внимание, что за последний месяц у меня только плюс, только плюс. То есть моя позиция по Шарию, по Балашову дает прирост подписчиков. То есть если говорить языком хайпа, как любят говорить Балашов, то хайпанул на самом деле я, потому что я собрал подписчиков, а Балашов их потерял. Видите, отписки, отписки у Балашова пошли. То есть в чем это говорит, что Балашов ведет неправильную информационную стратегию. Что произошло дальше, когда он получил подписчиков Шария? Он начал, ну после моего видео про штанишки, что я обвинил его в непатриотизме, Балашов начал оправдываться, ходить на телеканал ЗИК, начал давать интервью блогерам, что вот я патриот, я за Украину, я против России, я такой вот борец. Ну знаете, начал переигрывать, доказывать, что он такой классный, супер, там любит Украину. Но он до этого, заманив подписчиков Шария, вызвал на себя агрессию, потому что подписчики Шария ненавидят Украину, они ненавидят украинскую армию, они ненавидят украинских патриотов, они ненавидят украинцев, украинский язык и вообще Украину в целом. Они мечтают о России. И в комментариях под этими видео Балашова началась прокленность, что Балашов, ты тварь, ты такой-сякой. Это пишут подписчики Шария, которые пришли на Балашова почитать, что говно в Украине, но тут Балашов начал доказывать, что он патриот, на ответ на мое видео. Его же обосрали подписчики Шария. То есть Балашов сейчас работает, он хочет угодить и российским подписчикам, и украинским. Но теряет и украинских, и российских. То есть полный бред. И видно по статистике, что он теряет своих зрителей. Вывод с этого у нас какой? Что нельзя сидеть на двух стульях. Нужно выбирать одну стратегию и исследовать. Если ты любишь Россию, люби Россию, баллотируйся в Госдуму. Если ты любишь Украину, ориентируйся на украинского зрителя, баллотируйся в Верховную Раду. А работая на двух фронтах, ты потеряешь и тех, и тех. Это неграмотная политика. Дальше, что у нас по хайпу. Я себе такие сделал заметочки, чтобы все не забыть, сказать то, что я хотел. Значит, по хайпу. У нас есть такой замечательный блогер, российский блогер, Камикадзе Ди, Дмитрий Иванов. У него примерно такое же количество подписчиков, как у Кашария. Там у него миллион пятьдесят, миллион шестьдесят. Но там у них разница пару десятков тысяч. То есть они находятся на одном уровне. Так вот, Камикадзе Ди ненавидит Шария. Он записывает постоянно ролики, что он петушарий, что он педофил, что он мразь, ничтожество. Возникает, если использовать логику Балашова, что кто критикует Шария, тот ему завидует. Так что Камикадзе Ди, обладая миллионом подписчиков, тоже завидует Шарию? То есть объясните мне логику. Где взаимосвязь? То есть сколько нужно иметь подписчиков, чтобы можно было критиковать Шария? То есть назовите количество. Вот у Камикадзе Ди, у него такой же подписчиков, как и у Шария. Он его критикует. Вопрос, он ему завидует? Очевидно, что нет. Очевидно, что он просто испытывает к нему неприязнь из-за его пропагандистской деятельности в интересах Кремля. Аналогично испытываю такую же неприязнь и я. И это не важно, сколько у меня подписчиков. Я просто оцениваю его деятельность против Украины. И это главный вопрос. Если же Балашов хочет похайпиться, то я предлагаю ему обратиться к Камикадзе Ди. Пусть он запишет с тобой интервью. Ты же любишь один миллион подписчиков. Вот чувак критикует Путина. У него миллион подписчиков. Возьми интервью с ним. Запиши интервью с ним. Пусть он тебя похайпит. Или ты не хайпишься на блогерах, которые против Путина. Ты хайпишься на блогерах, которые защищают путинскую власть. Объясни своим зрителям вот этот момент. Почему ты не обратился к Камикадзе Ди? Почему ты обратился именно к Анатолию Шарию? Значит, вопрос следующий. Следующая наша тема эфира. Это вопросы Сергея Орлова. Как вы знаете, после моей записи по Балашову, примерно прошла неделя. Балашов не отвечал. Там какая-то была заминка. И тут ни того ни сего Сергей Орлов. Кто такой Сергей Орлов? Я объясню. Это человек, который настраивает аппаратуру для Балашова. То есть держит штатив, настраивает камеры, настраивает аппаратуру. То есть такой вот мальчик принеси-подай. Какой-то клерк, который выполняет какие-то технические задачи. Выполняет какие-то технические роли. Допустим, принеси водички. Орлов бежит к Балашову и дает там водичку. То есть, грубо говоря, утрирует, конечно. Но суть понятна. И вот ни с того ни с сего Орлова никто не трогал. Ему никаких претензий никто не высказывал. Никто его не оскорблял. Орлов записывает в мой адрес оскорбительное видео. Начинает меня унижать, оскорблять. То есть хамить. Зачем он это делает? Непонятно. Но вот как бы это он сделал. Я это расценил, как, знаете, вот сидит пахан, да, вот главный, да, от Балашов. И там кто-то на него нагнал. И он своих там петухов, типа, идите разберитесь. Да, типа, я не буду, типа, отвечать, идите разберитесь. И вот Орлов на крыльях, размахивая крыльями, побежал записывать видео. Видео записал полностью идиотское. Но поскольку часть активистов 5-10 его поддерживают, то есть они его лайкают. Они говорят, что он прав. Значит, я хотел бы ответить этим людям по всем вопросам, которые задал Сергей Орлов. То есть, чтобы не было каких-то там, знаете, потом недоговоренностей. То есть, чтобы все было предельно понятно, предельно ясно. Если в дальнейшем у кого-то возникнут вопросы, он просто дает ссылку на это видео и получает исчерпывающий ответ на все вопросы. Я выписал все вопросы, которые задал Сергей Орлов. И мы сейчас прокомментируем каждый из этих вопросов. Значит, вопрос номер один, который задал Сергей Орлов. Он говорит, что я обвинил Балашова как в мелких преступлениях. Это абсолютно неправда. С самого начала видео Орлов врет, поскольку я, Балашова, не обвинялся в видео по стирать свои штанишки в каких-либо преступлениях. Я опроверг обвинение Балашова в свой адрес, на что я имею полное право. Я не говорил, что Балашов совершал какие-то преступления. Я сказал, что Балашов сказал обо мне неправду и обосновал, почему это так. То есть, изначально Сергей Орлов с самого начала своего видео уже врет. То есть, зачем он это делает? Если ты говоришь, что я обвинил в этом видео по стирать свои штанишки Балашова в преступлении, то дай цитату. Вот Ростислав Шапошников сказал то-то, то-то и то-то. Дай цитату. Цитаты нет. Значит, вопрос номер два. Когда у Ростика посыпались аргументы, посыпалось дерьмо. Значит, кто хочет посмотреть мое видео по Балашову по стирать свои штанишки, я свое видео аргументировал. Я не оскорблял просто так. Я каждое свое слово подтверждал какими-то аргументами. И мои оскорбления в адрес Балашова были ответом на его оскорбление в мой адрес. Если Балашов бы меня не оскорблял, то я бы очень вежливо ответил Балашову. Ну, по сути тоже, но без оскорблений. Мои оскорбления были ответом на оскорбление Балашова. Запомните это. Не нужно меня оскорблять, я отвечу оскорблениями. Значит, дальше. Я упрекнул Балашова, то есть это Орлов говорит, мол, он должен записывать видео со стороны России. Вранье! Где конкретно я видео записывал, упросил Балашова записывать видео со стороны России? Где? На видео было сказано, что я поехал в Иловайск и записал видео о вторжении российской армии в Украину. В частности, о российском танке. В это же самое время Шарий, который не находился на войне, находился в Литве примерно за 2000 километров от фронта, записывает видео, что это все неправда. Хотя его там не было. И я говорю Шарию в ответ, если ты такой грамотный эксперт, ну ты же эксперт, да, ты хочешь установить истину, поедь сам в Иловайск и запиши видео, как ты считаешь нужным. В ответ на это он скажет, ну, вроде меня же уголовное дело возбуждено в Украине, я не могу поехать в Украину, потому что там я же в розыске. Я говорю, окей, без проблем, твой дружбан Грэм Филлипс, будучи в розыске, ну, запрещенный въезд в Украину, СБУ запретило, ездит в АТО со стороны России и заезжает в ДНР. Ты же его пиаришь, твой Грэм Филлипс, который ненавидит украинскую армию, ты же там пацан постил, Шарий постил с ним видео. Как он это делает? Он заезжает со стороны России и в ДНР снимает видосы. Я говорю, Шарий, поедь со стороны России, заедь в ДНР и запиши видео, как ты считаешь нужным, то есть покажи правду. То есть это нормальное предложение, в чем проблема? Грэм Филлипс может, а ты чего не можешь? Я не говорил Балашову, едь в Россию там и снимай видео, это бред какой-то. То есть зачем? Зачем нагло врать, обвиняя меня в том, чего я не говорил? Или Балашов себя уже ассоциирует с Шарием, типа, ну, Балашов Шариет одно и то же? То есть объясните мне эту логику. Значит, вопрос номер пять. Моя, ну, то есть Орлов, я цитирую слово Орлова в мой адрес, чтобы было понятно. Моя смелость, твоя смелость вызывает много вопросов. Во время Майдана один из первых, ты уехал в Польшу, якобы угрожал арест. Ну что, арестовали, ну, то есть имеется в виду Дзинзю и Смолья, их же потом отпустили, живы и здоровы, слава богу. Никто там не погиб, ну, ты почему-то испугался. Значит, рассказываю по моменту с Майданом. Первое. Немножечко забежим назад. Когда я писал свой пост про Балашова, я не давал ему оценку за какие-то его предыдущие события. Не давал оценку, что было год назад или два года назад. Я давал оценку Балашову его сегодняшней политике, поскольку раньше я поддерживал Балашов, потому что я считал его нормальным человеком. А сейчас я его не поддерживаю, поскольку Балашов изменился. А Балашов и Орлов дают мне оценку задним числом. То есть, что ты был раньше плохой, да, там три года назад был плохой, четыре года назад был плохой. Но, если это так, почему же тогда вы упрашивали меня вступить в вашу партию, но умеется баллотироваться в Верховную Раду? То есть, на тот момент, когда вы предлагали мне в 2014 году баллотироваться, вы не считали меня плохим. А сейчас вдруг начали считать. То есть, объясните вот эти двойные стандарты. То есть, почему-то вас тогда Майдан, мой побег с Украины во время Майдана не смущал, а тут вдруг резко стал смущать. Получается, вы знаете, как переигрываете ситуацию. Я же не говорю, что, знаете, Балашов был в 2014 году плохой, тогда возник вопрос, а что ты баллотировался? Нет, я считал, что Балашов в 2014 году нормальный. Я считал, что он в 2017 году ненормальный. Но это такое. Значит, по поводу Майдана. Не нужно рассматривать события на Майдане, как я вот убежал, как какое-то вот одно событие без привязки к прошлому. Я занимаюсь расследованием преступлений органов МВД с 2008 года. За это время у нас было огромное количество проблем. Фактически в 2013 году точка кипения, накала между органами МВД и дорожным контролем дошла как бы с своего пика. И началась Мочилова. Я хочу напомнить, что в 2012 году, после того, как я выиграл ряд судов против руководства ГАИ, это было, ну то есть это надо описывать, это вообще займет несколько часов. Суть не в этом. После того, как я выиграл огромное количество судов против ГАИ, после того, как я отказал заместить у начальника ГАИ Владимиру Резникову в сотрудничестве, после того, как Резникову угрожал нас посадить в тюрьму, в марте 2012 года меня похищают возле моего дома. Скажите мне, пожалуйста, вот какое количество во время Януковича, сколько журналистов было похищено за их профессиональную деятельность? Вы, наверное, посчитаете их там на пальцах одной руки. И мое похищение, вот я могу дать ссылку, кто не в курсе, значит, есть такое издание, Аль-Джазира называется, да, вы знаете. Вот Аль-Джазира составила рейтинг топ-10 нападений на журналистов. Вот Ростислав Шапочников входит в топ-10 по всему миру нападений на журналистов. Мое похищение вызвало огромный резонанс. Это действительно было шокирующее. То есть человек в городе Киеве, журналист, выходит из своего дома, его 4 человека, 3 человека хватают, там 4-й в машине, сажают в машину, бьют его, увозят в лес, избивают ногами, бросают в лесу и говорят, что там если будешь жаловаться, мы тебя убьем. Это нормально, вы считаете? То есть это нормально для родителей этого журналиста, нормально для самого журналиста. То есть журналист не занимается никаким бизнесом, он просто пишет статьи, он расследует какую-то коррупцию, его тупо по беспределу похищают, одевают мешок на голову и везут в лес и сбивают. Я просто хотел посмотреть на Сергея Орлова, если бы с ним такая бы проблема приключилась. Представь, Сереженька, ты выходишь из своей квартирки, подъезжает джип, тебя сажают, тебя берут люди, одевают тебе мешок на голову. Ну то есть сначала тебе порыло дают, так, чтобы у тебя сотрясение мозга было. Потом тебя одевают в мешок, у тебя кровяка летит полностью, все, ты задыхаешься, ты задыхаешься, потому что полиэтиленовый пакет, ты дышать не можешь. И тебя везут и говорят, что тебе пиздец. И тебя увозят в лес. Вот скажи, что ты будешь думать в этот момент? Ты будешь переживать или у тебя будут какие-то эмоциональные какие-то проблемы? Потом тебя вытягивают с машины и начинают с ног бить. И говорят, что тебе пиздец. То есть что ты будешь в это время переживать? И вот со мной приключилась такая вот беда в 2012 году. Я не убежал тогда, я остался в Украине. Я продолжил бороться. То есть весь 2012 год я находился в Украине. То есть я ездил за границу на пару недель, но собственно весь год я пробыл в Украине. В это же самое время Арсен Аваков, будущий глава МВД, сбегает в Италию и рассказывает, что его притесняет власть Януковича. Вот будущий министр МВД. То есть меня побили, я сижу в Украине. Арсен Аваков сбегает в Италию, там рассказывает, я боюсь возвращаться в Украину, там меня суды незаконно меня посадят. Вот эти статьи можно найти. На Украинской правде все эти статьи есть. И вот министр, почему вы сейчас партия 5-10 не задаете вопрос Арсен Авакову? Почему он сбежал в Италию? Почему вас так беспокоит, почему Росислав Шапошников уехал в Польшу, но не интересует, почему Арсен Аваков сбежал в Италию? Может вы боитесь Арсена Авакова? Так я вам скажу, что если вы начнете гнать на Арсена Авакова, вот как я это делаю, писать статьи, делать видео, расследования, по Чеботарю, его Березе, Дейдеям этим всем, этим ублюдкам, Котвицким, как я это делаю, то я вас уверяю, вы очень быстро убежите за границу, если, конечно, успеете это сделать. Как только я начал писать про Авакова, как я начал писать, у меня начались проблемы. Я это очень сильно хорошо почувствовал. Аваков это очень мстительный человек. И ты, Сереженька Орлов, и ротик свой не откроешь против Арсена Авакова, и против Антона Геращенко не откроешь свой ротик, потому что знаешь, чем для тебя это закончится. Так вот, Аваков прятался в Италии, когда получил мандат депутата, он вернулся в Украину. Я все это время был в Украине, весь 2012 год. И в 2013 я был в Украине. Да, ездил в Штаты на короткий промежуток времени, но в целом я никуда не уезжал на постоянное место жительства, я находился в Украине. И я понимаю, что в 2013 году, кстати, помните, что в 2013 году избили Олега Богданова, нашего журналиста из Донецка. Аналогичная ситуация, под домом подошли люди, и в мясо его разбили ему, сломали ему челюсть. Сколько было поджога в автомобиле. То есть фактически конфликт с МВД достиг своего пика. Я понимал, что на Майдане это для них будет самый элементарный способ нас замочить. Я это понимал. Когда закрыли Дзинзю, когда закрыли Смолия, я принял решение и я уехал в Польшу, потому что я понимал, у меня была информация, что третьим буду я. Зачем мне добровольно помогать Януковичу садиться в СИЗО? То есть что в этом было смелого? То есть в чем смелость, в чем героизм? Чтобы я оказался в СИЗО? Это же глупо. На тот момент и Дзинзю, и Смолия фактически дело ввела Алиса. Это наш адвокат. Да, были помощники, но основу ввела Алиса Дорогая. И все прекрасно понимали, что Алисе вести два человека по СИЗО это просто пиздец, извините за выражение. Это очень тяжело, это сделать вести двух человек по соседаниям по СИЗО. И если бы меня третьего бы туда запаковали, Алиса ввела бы три человека уже в СИЗО. Это просто бред. Все говорили, правильно сделал, что уехал, потому что если бы тебя еще посадили, мы бы вообще заварились. При этом, кроме меня, уехал почти весь состав Киевского ДК. Не я же один уехал. Не я же один уехал. Уехали и другие люди, которые вместе со мной были на Майдане. То есть почему именно, вот всегда говорится, Ростислав Шапошников один уехал. Ну давайте говорить, что кто конкретно уехал. Не я же один уехал. Но вы же хотите именно оскорбить Шапошникова, вам же не хочется рассмотреть ситуацию в целом, рассмотреть ситуацию в комплексе. Вам хочется именно уколоть меня. Так вот, когда я перебрался в Польшу, я же не сидел, думал, а что же мне делать, а что же мне делать. Я сразу же пошел в Союз журналистов Польши, я пошел на радио, на эфиры, и там я проводил информационную кампанию, выступал всеми Польши, против власти Януковича. Я требовал освободить политзаключенных, я давал интервью, я рассказывал там-то, там-то, там-то. Если вы считаете, что информационное противодействие власти, ну той власти Януковича не имело никакого смысла, а я оказывал максимальное информационное противодействие, у меня там куча интервью, газеты, топ газеты Польши я давал, вы можете все посмотреть, газета Выборча, у меня огромное интервью, огромное интервью. На центральных телеканалах Польши я выступал, рассказывая о преступлениях Януковича. Так вот, если вы считаете, что информационное противодействие Януковичу не имело никакого смысла, и мне стоило сезон, то зачем вы сейчас пытаетесь бороться с властью Порошенко, зачем вы записываете ролики? Это же не имеет никакого смысла, по-вашему. Определитесь со своей позицией, определитесь с какой-то единым стандартом оценки событий, не нужно прыгать, знаете, с одного на другое, там хорошо, а там плохо. Выработайте какую-то одну концепцию, исследуйте свои позиции прямо. Я считаю, я считаю, как грамотный человек, что я уехал в Польшу, и оттуда давая интервью, я писал статьи, и выступал в местных СМИ против Януковича, я оказывал максимальное содействие украинцам в борьбе против Януковича, поскольку я формировал общественное мнение в Европейском Союзе против власти, и призывал Европейский Союз накладывать санкции на Януковича, шевелиться, потому что вы помните, что тогда все были очень озабочены, и никто не хотел шевелиться. Я-то это все расшевеливал, вот эту махину пытался расшевелить, чтобы она закрутилась, и в итоге они начали крутиться. И, знаете, маленькие кирпичики. Я другой журналист, третий журналист, мы все давали какой-то толчок этому. Я журналист, я не боевик, понимаете, мне, ну толку я сидел бы в СИЗО, ну кому бы это стало лучше, или пошел бы там бросать камни на баррикады, кому бы стало лучше. Я журналист, у меня огромные информационные ресурсы, я как журналист, пытаюсь быть полезным в информационном поле. Да, мне нужен компьютер, мне нужен интернет, все, мне больше чего не надо, я буду работать, я, посмотрите, у меня в бункер, не важно где, в Америке, в Польше, в Австралии, в Антарктиде, дайте мне квартиру, дайте мне компьютер, дайте мне информацию, я буду работать. Мне не важно, где я нахожусь, главное, чтобы меня никто не трогал. Все. Значит, что касается этого, по Польше, при этом, я хочу обратить внимание, что я никогда не говорил, что я какой-то смелый, какой-то супермен, я живой человек, и если я вижу, что мне какая-то опасность угрожает, естественно, я уеду. Вот ты меня, Сереженька Орлов, упрекаешь в том, что я уехал в Польшу с Майдана, что вот там они посидели в тюрьме, и все хорошо. А тебе известно, дорогой Сереженька Орлов, что у Вити Смалия после тюрьмы очень большие проблемы со здоровьем. Тебе известно, что его травили наркотиками, подсыпали амфетамин, у него с носом кровь шла, он терял сознание. Тебе известно, что Витя Смолья посадили сердце, и он до сих пор ходит по больницам. Тебе известно, дорогой мой, к чему приводит сидеть в СИЗО в Киевском? Что ты несешь вообще? Как тебе вообще язык поворачивается советовать людям садиться в украинское СИЗО? Если ты такой смелый, если ты такой герой, ну, во-первых, тогда расскажи, чем ты занимался на Майдане, что, собственно, тебе ничего не угрожало. Я знаю, что люди, которые занимались конкретной работой на Майдане, их ликвидировали в первую очередь. Кто не имел, конечно, максимальной крыши. И то, и то, ты чем занимался на Майдане, чего тебе было сбегать, если ты ничего не делал? Кто о тебе знает вообще? Как ты можешь задавать такие вопросы, если ты сам из себя представляешь ноль? Просто ноль. Ты сравниваешь себя со мной, со смолеем, то даже с тем же дебилом Дзиньзи, который во время Майдана тоже много чего сделал. Да, у нас конфликт. Да, я сейчас презираю Дзиньзи за его действия, но на момент Майдана он сделал много. И я не могу отрицать его заслуг, исходя из того, что сейчас я его ненавижу из-за его действий. Но Дзиньзя был тогда, правильно действовал. Я его поддерживал тогда. Как ты можешь себя ставить в один ряд с этими людьми? Ты что сделал во время Майдана конкретно? Ничего. Чего тебе было сбегать? Конечно, ты сидел в Киеве, там, не знаю, с Балашовым тусил, что конкретно ты сделал? Пойми, Сереженька, если ты когда-нибудь, не дай бог, садишь в СИЗО, в Киевское, ну, не дай бог, конечно, то тебе никто уже не поможет, потому что ты говорил, ты упрекал людей, что вот они не сели в тюрьму. Знаешь, оно все возвращается. И сразу же встречный вопрос. Вот вы говорите, Ростислав Шапочников сбежал в Польшу. А извините, а почему Онищенко сбежал в Европу? Почему ваш Онищенко, которого приняли в партию, сбежал в Европу? Почему вы его не... Почему ты не записал Сереженька Орлов в видео? Онищенко, а что ты сбежал в Европу? В тюрьму надо посидел бы. Дзиньзюш, Смолья выпустили, ну, так и Онищенко бы выпустили. В чем проблема? В чем проблема? Объясните мне, пожалуйста. Значит, дальше идем по 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 списку. Значит, вопрос номер у нас, вопрос номер 6. Много вопросов возникает, как же Тростик достал видео из Иловайска. Значит, по Иловайску я записал отдельное интервью с Тарасом Шканом и Егором Воробьевым. Эти ролики вы можете посмотреть у меня на Ютубе. Я эту тему максимально ответил. То есть, если кто-то не знает, я еще раз повторяю, что во время Иловайских событий, когда, собственно, 29-го мы прорывались через этот коридор, мы оказались в лесопосадке, кроме меня было еще три человека. Это Егор Воробьев, раненый солдат и оператор Тарас Шкан. То есть, я не был один. То есть, нас было четверо. Но почему-то всегда говорится, что Ростислав Шапошников там был якобы один, а все как будто других не существовало. Это неправда. Нас было четверо. И все мы четверо отвечаем за то, что там произошло в плане, за те события, которые там происходили. Флешки были у меня и у оператора Тараса Чкана из Прайсо ТВ. Мы оба эти флешки спрятали в обувь. Более подробно, более детально об этом рассказано в интервью Тараса Чкана Егора Воробьева, который можете посмотреть на моем канале Road Control. Сейчас я не буду пересказывать все эти моменты. Вопрос в том, что почему-то Сереженьку Орлова вдруг заинтересовали флешки Саловайска. Выяснять откуда эти флешки. Тебя это каким образом касается, Орлов? Ты вообще откуда пришел? Ты что там был? Какое ты имеешь право вообще задавать эти вопросы, сомневаться и критиковать, если тебя там не было? Ты сначала поедь на войну, пройди то, что прошли мы и солдаты, посмотришь, когда людей на твоих глазах разрывают на части, руки-ноги отрываются, когда головы отрываются, когда куча трупов, когда идет обстрел и по тебе стреляют из снайперской винтовки, из пулемета, из гранатомета, из миномета, из танка, вот тогда ты будешь рассказывать и задавать вопросы. Пока тебя там и близко не было, ты не имеешь права морального задавать какие-либо вопросы по Иловайску. Ни один солдат, запомни, Сереженька, ни один солдат за все это время в Иловайске не задал мне никаких, извините, пидорастических вопросов. Ни один. Наоборот, меня все благодарят, что Росислав Шапошников и Егор Воробьев и Тарас Чкан молодцы, что спасли уникальнейший материал и привезли его в Киев. Вот эта позиция солдат. А ты сидишь, не был на войне, рассказываешь там, а расскажите то, а я там подозреваю в этом. Кто ты такой вообще? Кто ты такой, чтобы задавать эти вопросы? Объясни мне, пожалуйста. Да и вообще, давали ли мы повода задавать такие вопросы? Что конкретно тебя вдруг так взволновало? Почему ты не задаешь вопросы, почему генерал Хамчак сбежал с поля боя? Почему Юрий Береза сбежал с поля боя? Почему ты задаешь вопросы, как журналисты забрали флешки? Ну, спрятали в обувь, забрали, так повезло нам, чудо свершилось. В чем проблема, я не могу понять. А знаешь, почему ты не задаешь вопросы Хамчаку, ты не задаешь вопросы Березе по моим видеозаписям? Потому что ты знаешь, что как только ты откроешь свой ротик против Хамчака и Березы, то тебя ждет такая же участь, как и меня, и будешь ты бежать, сверкая пятками, очень далеко, очень далеко. Никто не позволит в Украине задавать такие вопросы. Люди будут иметь проблемы на том или ином уровне. Сними фильм про хамчака и березу, как это сделал я. Получишь уголовное дело. Значит, он говорит, Воробьев рассказывает немножко другую историю. Какую историю рассказывает немножко Егор Воробьев? Я дал интервью, я показал, что наши все показания сходятся на 100%. Позиция Воробьев, с чего ты взял, где тебе это приснилось? Ты вот говоришь, Егор Воробьев сказал, а с какого источника ты получил эту информацию? Зачем ты в своем вопросе изначально даешь неверную информацию? Зачем ты врешь? Зачем ты это делаешь? Я не могу понять. Вот говоришь, почему колеса были спущены, а потом, оказывается, вы ехали на большой скорости? Кто тебе сказал, что мы ехали на большой скорости? Понимаете, источник информации, конкретно, человек, ссылка, дата, место. Источник информации. Нету. Ты понимаешь, вот мне нравятся люди, задают вопросы, но в своем вопросе изначально говорят вранье. Вот вы говорите спущенные колеса, а вы ехали на большой скорости. Но мы не ехали на большой скорости, где ты вообще взял эту информацию? Мы ехали медленно по грунтовой дороге, ну не знаю, километров 15-20 час, не знаю, это была очень маленькая скорость. У меня есть на телефоне полностью наш маршрут GPS. Мы проехали 300 метров, уперлись, объезжали взорванную нашу технику невражескую и уперлись в горб, и машина вот так вот встала. Если тебе это важно, это может подтвердить весь 39-й батальон, БТРО, который проезжал мимо этого бусика, и они этот бусик видели, потом это не рассказывали. Выясни этот вопрос, опроси 39-й БТРО, опроси командира 39-го БТРО. Он тебе подтвердит, как бусик находился. Но ты же это не выяснял? Ты говоришь, ты изучал вопрос. Где ты его изучал? Ты что, свидетелей опрашивал? Какие-то материалы смотрел? Дай ссылки на эти материалы. Вы ни одного солдата не опросили, опросите 39-й БТРО, каким образом бусик находился в момент, когда нас арестовали. Они проезжали мимо этого бусика, они видели, сами мне говорили, что мы видели ваш бусик, упершийся в асфальт, ну как в эту дорогу. Вот, горбик, он так уперся бампером, нельзя было ехать назад-вперед. Зачем ты в своем вопросе сразу даешь клевету? Это очень непорядочно. Значит, далее. Ты говоришь, вопросы задаются, а ты не отвечаешь. Может, там все нечисто. Дорогой мой друг, я об этом говорил уже неоднократно. Ты просто этого не видел. И когда ICTV снял сюжет об этом, с дзиньзей, когда клеветали, опять-таки, показания основываются на людях, которых там не было. Возьмите показания людей, которые там были, но не которых там не было. Зачем вы врете? Зачем вы подстатываете факты? Так вот, в моем опровержении в ICTV на 48 минут я дал исчерпывающий ответ по Иловайску. Если кто-то этого не видел, заходите туда и смотрите. Сколько мне раз нужно повторять одно и то же. Мне нужно каждый день ролики об этом записывать. Мне нужно каждого письмо гражданину Украины отправить. Вот смотрите, я вот там так поехал, а вот там я тут флешку спрятал. То есть я должен доказывать постоянно, что я не олень. То есть вы не можете придать мне какие-то претензии, но задаете какие-то дебильные вопросы. Но это же просто какой-то идиотизм. Если у вас есть какие-то сомнения, что я говорю неправду, дайте информацию конкретную. Но не задавайте дебильных вопросов, в которых изначально указывается ложь. Значит, вопрос номер 7. Последнее бегство, ты испугался по хулиганку. Оно внезапно возникло. Ну, типа вот как будто я внезапно говорю. На самом деле в ЕРД оно было внесено еще в 2014 году. Не стоит обманывать. То есть вот Сереженька меня обвиняет во лжи, что я говорю якобы, что хулиганка возникла внезапно, потому вот я как бы убежал. На самом деле она была возникна в 2014 году. Сереженька, ну знаешь, я не хочу тебя, конечно, оскорблять, но ты полный идиот. Тебя не составляет никакого труда просто зайти на сайт Дорожный контроль, открыть вот... Сейчас оно будет видно, я надеюсь. Не будет видно. Да, вот, смотрите. Посмотрите внимательно, какими датами статьи. Значит, ну, плохо видно, я сейчас процитирую. Август 2015 года. Харьковское МВД не внесло в ЕРД раззаявление о нападении гаишника на Дорожный контроль. Сентябрь 10-го. Статья на руководителя Дорожного контроля завели уголовное дело по статье хулиганства. То есть я пишу в статье, что на меня завели уголовное дело. 10-го сентября 2014-го года, после Лавайска. А ты тут в своем вопросе мне говоришь, что я говорю, что оно возникло внезапно, и ты типа меня разоблачаешь, что оно было в 2014-м. Чувак, у тебя с головой вообще все в порядке. Зачем ты врешь? Дальше. Октябрь 7-го, 7-го октября 2014-го года. Харьковский апеллиот Сумсут отменил решение противодорожного контроля. Я сразу начал судиться. Сразу же в Киеве начал судиться. Я подал кучу заявлений, кучу судебных исков. Этих жалоб, точнее, низкого жалоб. Дальше смотрим. Октябрь 31-го. На гаишника, который напал на Дорожный контроль, завели дело по статье хулиганства. То есть я с ними 3 месяца судился, чтобы внести в ЕРДР уголовное дело против гаишника. То есть завели на меня уголовное дело, я 3 месяца добивался внесения в ЕРДР против гаишника. Февраль 20-го. У МВД Харьковской области считают нормальным регистрировать преступление через 3 месяца. Но тут я рассказываю, что они через 3 месяца зарегистрировали в ЕРДР, хотя по закону должны 24 числа. Это февраль 15-го года. Я нахожусь в Киеве. Уже март 26-го. Харьковская прокуратура фальсифицирует дело на падение ГАИ на Дорожный контроль. Документ. 22 марта 15-го. Начальнику наружки дали приказ установить слежку за Дорожным контролем. Это действительно так. Июнь 12-го. Прокуратура оправдала гаишника, который ударил кулаком по видеокамере Дорожного контроля. И 29-го июня одежный судья Волкова разрешил агент прокуратуры не регистрировать заявление в ЕРДР. Значит, смотрите. Тут меня Сереженька упрекает, что якобы вот я... Было в 14-м году уголовное дело. Вдруг я говорю... Ну, якобы, по его словам, я говорю, что оно возникло внезапно. И вдруг я убегаю. Сереженька, ты изначально, когда что-то говоришь, ты излучи хронологию событий. Хронологию событий. И я сейчас расскажу вкратце. Хотя я записывал ролики об этом. Эти все ролики можешь посмотреть на Ютубе. Но если ты глупенький, ты не можешь зайти в интернет и эти ролики посмотреть, то я сейчас повторю это. Значит, объясняю. У нас был инцидент с гаишником. Гаишник напал на меня и кулаком ударил по видеокамере. Я написал заявление на гаишника, что он совершил уголовное дело по статье 365 превышение власть в лжебных полномочий. Вместо этого уголовное дело завели не на гаишника, а на меня по статье хулиганства. Хотя я гаишника пальцем не трогал. Это действительно так. Далее. Я получаю звонок от Заряна Шкиряка. Это советник Авакова. Ну, тогда, в принципе, у нас не было какого-то конфликта. Он говорит, Ростислав, привет. Я услышал, что против тебя уголовное дело завели. Это сентябрь, сентябрь 10-го. И не волнуйся, все нормально, это дело закроется, все будет окей. Я говорю, ну, спасибо, я только за, отлично, окей, хорошо. И я сразу же обжалую это решение в суде и обжалую бездействие прокуратуры о невнесении в ЕРДР. Значит, 31-го в ЕРДР, в октябре это вносится дело в ЕРДР, но вносится почему-то в отношении гаишника не по статье 365, а по статье хулиганства. То есть они фактически в одном уголовном деле, да, в одном хулиганстве впихнули и гаишника, и меня. Хотя не может гаишник проходить по статье хулиганства, у него специальная статья превышения власти. Он не может по статье хулиганства проходить, это бред юридический. И я тогда начал же подавать жалобы на то, чтобы внесли в ЕРДР уголовное дело отдельно по гаишнику, по статье 365, часть 2, нападение на журналиста, превышение власти служебных полномочий. Я думал, что все будет нормально, что все будет окей. Ко мне все это время милиция не приходила. Меня никто не пытался допрашивать. То есть, смотрите, началась эта катавасия вся в августе 2014-го, и до марта 2015-го меня никто не трогал. Никто не трогал, да, то есть никто меня не допрашивал, никто никаких претензий. То есть был юридический процесс. Я поехал в Штаты в ноябре 2014-го, вернулся со Штата в январе 2015-го. Вернулся домой, все нормально, все окей, я продолжаю судиться с прокуратурой. Но для меня это нормальный процесс, то есть я с ними сужусь, спариваю их действия. И тут я получаю опять приглашение к волонтерам в Нью-Йорк, в Вашингтон, Нью-Йорк, Вашингтон. И 9 марта я улетаю в Штаты. Улетаю в Штаты 9 марта. То есть я не собирал никакие с собой вещи, у меня был один чемодан. Я полетел в командировку снимать репортаж о волонтерах. Все было нормально, все было окей. И тут я узнаю, находясь в Штатах, что 15-го, если не ошибаюсь, марта, ко мне приходит милиция с розыском. То есть, а в чем прикол? То есть я сразу, а что ко мне милиция ищет? То есть что случилось? Перед этим, как раз перед этим событием, я очень много на Авакова написал. Там можете посмотреть мои статьи, что я Авакову угрожал в тюрьму, что его надо садить. Ну короче, там целая история. Ко мне приходит милиция. То есть что случилось? Я пишу запрос. Я пишу запрос. Почему ко мне приходила милиция? И мне милиция отвечает, что мы приходили по уголовному делу по Харькову. Я задаю себе вопрос. А с чего это вдруг милиция спустя полгода уголовного производства решила ко мне прийти домой? То есть раньше я их не интересовал, когда я был в Киеве. А тут я уехал в Штат и вдруг резко со мной заинтересовались. В чем прикол? И тут после этого, после того, как ко мне приходит милиция, я получаю постановление прокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении гаишника. По статье 365 они переквалифицировали, как я требовал через суд. Закрыли уголовное дело за отсутствие встал преступления. Но оставили уголовное дело против меня. То есть я обвиняемый, гаишник не обвиняемый. Естественно, я это обжаловал в суде. Сначала это отменили, потом это в апелляции ушло. В общем, в итоге постановление прокуратуры оставили, есть решение суда о том, что решение прокуратуры оставлено в силе. И я вот сижу в Штатах и думаю, так, что это за херня творится? Никто меня не трогал на протяжении полугода. Всех все устраивало. А тут резко начали отмазывать гаишника, закрыли против него все уголовные дела, а в отношении меня оставили. Еще милиция ко мне пришла. У меня возникли подозрения, а не является ли это каким-то умышленной работой в отношении меня. Тут я получаю информацию от своих людей в Киеве со стороны правоохранительных органов, что да, поступил заказ от Авакова, Чеботаря, это дело по Харькову раскручивать. То есть тебе как бы жизни не дадут. Я этим людям доверяю, потому что я с ними работал уже много лет, они давали мне очень нужную информацию, очень важную. Естественно, что у меня это вызвало опасения. И тут после этого, после этого, в апреле, 19 апреля, не, в конце апреля, то есть как уже полтора месяца я нахожу в Штатах, я получаю уголовное дело, что якобы я уклоняюсь от мобилизации. Но это уже следующий вопрос, который задал наш Сереженька Орлов. Он говорит, что возникает твой вопрос по твоей повестке, что власть борется с неугодными, и мне тоже повестка приходила, может мне тоже нужно бежать из Украины. Значит, чувак, опять ты соврал, никаких повесток я не получал. Вбей свою в голову, что никаких повесток Ростислав Шапошников военкомат никогда в своей жизни не получал. Но вам так хочется представить, что Ростислав Шапошников получил повестку и купил билет в Америку и сбежал. Еще раз хронология событий. Все нормально, все хорошо, никто меня не ищет, никаких повесток. 9 марта я еду в Штаты, 15 марта ко мне вдруг приходит милиция с розыском. После этого прокуратура закрывает уголовное дело, а в конце апреля я получаю документ, в котором меня обвиняют в совершении уголовного преступления, уклонения от мобилизации. Вот хронология событий. Я получаю два уголовных дела в Штатах и сижу и думаю, а что вы делаете, зачем вы это делаете? Как меня можно было обвинить в уклонении от мобилизации, если мне повестка даже не приходила? Как это может быть? У меня есть белый билет о том, что я не пригоден к военной службе. В военном билете написано, что меня могут вызвать на медкомиссию для проверки моего здоровья. Это по закону. То есть как должно все работать? Приходит повестка на медкомиссию. Ростислав Шапошников, конечно же, идет на медкомиссию. Там ему ставят диагноз. Годен, не годен. Если годен, тогда его вызывают на мобилизацию. И если Ростислав Шапошников не явится на мобилизацию после медкомиссии, тогда возбуждается уголовное дело в уклонении от мобилизации. Мне никто повестку не присылал. На медкомиссию не вызывал. В АТО не вызывал. Мне сразу возбудили уголовное дело, что я уклоняюсь от мобилизации. Как такое возможно? У меня уже есть ответ, как такое возможно. Но я его держу для хомячков, которые хотят эту тему разыграть. Но я уже подготовил определенный документ, чтобы их накрыть сверху, как знаете, в карточной игре. Давайте, жгите эту тему дальше, вы сядете в лужу. Очень красиво сядете в лужу. Но пока я этот документ публиковать не буду. Значит, теперь они разыгрывают тему, что якобы я там уклоняюсь от мобилизации получил повестку. Чувак, ты можешь подтвердить слова, что я получил повестку? Вот на балабола ответишь, Орловчик, Сереженька Орлов, что я получил повестку. Ты не... Ну, ответь на балабола. Ты же говоришь, что я получил повестку. Откуда ты эту информацию взял? Где тебе эта информация приснилась? Чувак сидит в Америке, да? Никого не трогает, никакой повесток не получал. Он приходит домой, документ, что против него возбуждение уголовного дела за уголовное мобилизацию. Это что вообще такое? У вас вообще в голове каша какая-то абсолютная. Зачем вы искажаете информацию? Зачем вы путаете хронологию событий? Конечно, после того, как я получил информацию о закрытии уголовного дела против гаишника, получил информацию о том, что меня разыскивает милиция, получил документ, что я обвиняюсь в том, что я якобы уклоняюсь от мобилизации, получил информацию о том, что Аваков дал на меня заказ. Я принимаю решение не возвращаться в Украину в целях личной безопасности. То есть вы хотите создать в обществе образ, что Ростислав Шапошников сбежал от угрозы. А я вам хочу объяснить, что об угрозе мне стало известно, когда я уже находился в Штатах. И Анатолий Шарий также умышленно вместе с Балашовым эту информацию искажает. Пусть Анатолий Шарий запишет видео об этом, пусть он расскажет. Я с радостью с ним поспорю и докажу, что он врун. Он это пишет на Фейсбуке. Опять-таки началось. Он сбежал от мобилизации, он сбежал от того. Шарий, факты. Вот без этого пиздежа. Просто факты. Конкретно. Когда я получил повестку, если я ее получал, и когда я уехал. Вот факты. Просто фактаж. Без этого трепа. Вот говорят Шарий, он правдивый. Это балабол высшей категории. Я такого балабола, как Шарий, еще не видел в своей жизни. Этот балабол еще столько вранья написал о своей жизни. Что это? Это нужно целой книге посвятить, чтобы рассказывать, как он врал. И вот сейчас они объединились с Балашовым. И опять Ростислава Шапошникова начинает эту клевету. То я у Шария ноутбук украл в Литве. То я собрал на лечение 150 тысяч гривен. То я пьяным за рулем ездил. Это Шарий. Это статьи Шария. Шарий, что в твоей голове? То есть ты, когда пишешь эти статьи, у тебя в голове что? Дерьмо происходит или что? И вот, знаете, заразившись этой болезнью фейкометства, сейчас Орлов и Балашов спелись на вот этой тематике. Давайте опять будем распространять клевету в отношении Ростислава Шапошникова. Что я вам так покоя не даю ему понять? Что вы так за меня схватились? Почему вы постоянно какое-то говно надолите на Ростислава Шапошникова? Что я вам такого плохого сделал? Единственное, что я вам плохого сделал, это просто сказал не ассоциировать меня с 5-10, поскольку вы поддерживаете лжеца Шария. Но это мое право. И тут началось поливание говно. Значит, следующий вопрос Орлова, девятый. Много вопросов возникает в принципе, если копнуть твою историю. Что ты можешь копнуть? Орлов, боже ты мой, ты хоть один суд в Украине выиграл, ты хоть судился с кем-то, чтобы что-то копать. У меня за спиной сотни судебных процессов против Генеральной прокуратуры, МВД, начальников прокуратур, начальников ГАИ, милиции, рядовых инспекторов, Верховной Рады, кабинет министров я обыгрывал. Я обыгрывал высших юристов в Украине, которые за Генеральную прокуратуру там ходили. Я обыгрывал их в наших судах, в которых невозможно никого обыграть. Но я обыгрывал их. Ты пытаешься что-то раскопать во мне, не обладая никакими знаниями, информацией и вообще логическим мышлением. Ты с кем сел играть за стол? Меня вообще это поражает. Чувак, проснись, проснись, что ты там копать собрался? Так вот, как ты существуешь, как ты деньги зарабатываешь? Ты же летал в США регулярно, откуда у тебя деньги? Вот представьте, когда я баллотировался в 2014 году от партии 5-10, не было у Орлова вопроса, откуда у тебя деньги, откуда ты в Штаты летал. А вот тут в 2017 возникло, откуда у тебя деньги? Боже ж ты мой! А вот я должен, знаете, вот, ну не знаю, ну, я могу дать ответ? Смотрите, сейчас я дам ответ, откуда у меня деньги. Ну вот, знаете, спрашивают, я вот точно не помню анекдот, а, собственно, откуда ты деньги берешь? Ну, беру ее с тумбочки, да? А как они туда попадают? Ну, жена положила. А где жена берет деньги? Ну, с тумбочки берет, да? Ну, не знаю, вот ты, да, вот у меня есть деньги, вот у меня есть деньги, да? Вот могу себе позволить там пойти что-то купить, вот у меня есть деньги. Ну, взял их с тумбочки, вот, знаете, вопрос, откуда у тебя деньги? Вот беру с тумбочки, вот у меня есть деньги. Вот у меня есть еще деньги. Вот, да, это мои деньги. Что вам еще надо знать? Да, вот заработал, заработал свои деньги. Взял с тумбочки. Удовлетворились ответом? Я тысячу раз вам рассказывал Тысячу раз уже рассказывал Ну не знаю, кто-то может слышал, не слышал Но вопрос этот был постоянно Откуда у тебя деньги? Я объясняю, что я, когда создал дорожный контроль Я ушел с работы То есть я не работал Но я не могу заниматься дорожным контролем И одновременно работать Это логично, потому что либо я работаю Либо я занимаюсь дорожным контролем Как правило, наши люди, наши активисты Они совмещали свою гражданскую деятельность И дорожный контроль Но не посвящали ей 100% своей жизни То есть они там 20%, 30% Я посвящал жизни дорожному контролю 100% Я вставал утром и до поздней ночи работал Я ходил по судам Я ходил, снимал сюжеты И писал юридические документы У меня вся квартира завалена Десятками килограммов юридических документов Судебных процессов, жалоб, заявлений Как я брал, что я делал? Я брал людей Я брал людей, у которых есть проблемы И я, как юрист, оказывал этим людям Бесплатную юридическую помощь Бесплатную И об этой истории писал статьи на сайте И снимал видео на ютубе И другие люди Другие люди, которые жили в Украине Смотрели на эту историю И бесплатно получали юридическую консультацию И смогли с помощью моих примеров Решать свои проблемы, не обращаясь к адвокатам Не платя деньги Я экономил деньги всей стране Потому что люди получали уникальнейшую Бесплатную информацию От профессионального юриста Как бороться с прокуратурой, с МВД Но логично, что я не могу Допустим, сегодня пойти на завод Заработать деньги А завтра пойти заниматься юридической работой Я либо занимаюсь тем и тем Но я не брал деньги с тех людей Которых я защищал Все знают, что все свои юридические процессы Которые я их вел А у меня их было вот так вот Я не брал ни копейки за свои услуги У меня была принципиальная позиция Если я вас защищаю в суде А я защищал людей годами Это не было месяцами У меня клиенты, мои люди Я годами их защищал Это были десятки судебных процессов Мы инициировали десятки судебных процессов По одному делу А там было еще десятки судебных заседаний У меня около 600 или 700 судебных заседаний Были за эти годы Вы вообще понимаете Объем работы, который был совершен Я не брал деньги Я жил за счет рекламы на сайте Мой сайт посещало до 20 тысяч хостов в день Естественно, что там крутилась реклама И люди не тратили Кто-то кликал, кто-то не кликал И за счет того, что люди читали мои статьи Они посмотрели рекламу На телевизоре вы смотрите рекламу, да? Ваше же ничего не плохо Вы же там не обвиняете в телевизоре в том, что на телеке реклама То же самое, что на сайте дорожного контроля Была реклама И за счет этой рекламы Я мог позволить себе Кушать, существовать В том числе купить билет за 600 долларов Туда-обратно в Америку Зимой в Америку слетать 600 долларов туда-обратно до Нью-Йорка Или 800 долларов От 600 до 800 До Орландо 800 Это не такие большие деньги Вот ты говоришь, Орлов Ты летал в Америку, откуда у тебя деньги? Чувак, заработал Ходил по судам Писал статьи Ты вообще понимаешь, количество работы, которое я сделал Бесплатно помогая людям Бесплатно Да если бы я брал бы за это деньги То я бы уже миллионером был бы Если бы я оказывал платные услуги Я помогал людям бесплатно И писал об этом статьи Публиковал на сайте За счет того сайт был очень популярный Люди туда заходили Смотрели рекламу И я получал с этого доход Ничего криминального нет Ты говоришь, а может ты писал заказные статьи Чувак, какие заказные статьи? Против кого? Против прокуроров? То есть ты считаешь, что я вот брал деньги Чтобы писать статью против прокурора? Или какого-то гаишника? Кому это надо? Кому это надо? Я не писал на коммерческие темы Я не писал какие-то бизнес-разборки Я не писал о политике Я писал юридические статьи Конкретных фактов коррупции Публиковал решения судов Свои заявления Какие заказные статьи? Ты о чем вообще? Проснись Открой любую статью на сайте ДК Я их написал в 3200 статей 2008 года Сколько ты вообще написал статей в своей жизни? Я написал 3200 статей Ты вообще думаешь, какой-то объем информации я написал за это время Это колоссальная работа Это сутки Это годы потраченной жизни Что ты вообще несешь? И этот человек мне задает вопрос У меня много вопросов Много вопросов Боже, Ростислав Шапош не коварный злодей Надо все выяснить Надо в чем-то его уличить В чем ты меня можешь уличить? В чем? Значит, тут он дальше пишет Твой наезд на Балашова связан с твоим личным конфликтом С Шарием Типа разбирайтесь с Шарием И нас не трогайте Чувак, я разбираюсь с Шарием Но вы Из-за того, что меня ассоциируют с партией 5-10 В пиаре Шария Вы портите мою репутацию Понимаете, в чем суть? Меня ассоциируют с партией 5-10 И когда в этой партией 5-10 находится Шарий Это бьет по моей репутации И я, чувак, человек, извините Который защищает свою репутацию Я забочу своей репутации Я говорю, что не ассоциируйте меня с партией 5-10 Потому что там Шарий Уберите Шария, все будет нормально Не делайте пиара на этом ублюдке Пожалуйста, не делайте Это очень плохо Это очень плохо Но вы продолжаете это делать? Ну хорошо Это при том, что год назад Год назад, это 16-й год Я созванивался с Маргаритой Овчаренко Телефонный разговор Знаете, я так думаю, что надо теперь все разговоры записывать Но невозможно просто Но невозможно записывать все разговоры Значит, общаюсь с Маргаритой Овчаренко Я говорю, у тебя там эти твои активисты 5-10 Шария поддерживают И лезут ко мне со своим Шарием Ты можешь их угомонить, объяснить, что Шария это плохо Не нужно его пиарить Маргарита говорит Да, да, это все плохо Шария это говно Что Шария это Ну не надо его пиарить И тут проходит год Маргарита уже за Шария Маргарита, ты что, вообще нормальная? У тебя с головой все в порядке? Что ты свою позицию меняешь так быстро? Если ты следуешь какой-то своей позиции Так следуй ей То есть, когда ты общалась со мной по телефону Шарий был плохой А сейчас Шарий стал хороший То есть, вы что меня за дебила какого-то держите Или что? Понятное дело, что я от таких идиотов Хочу сразу же отречься Я не хочу участвовать в вашей партии 5-10 Забудьте меня Не трогайте меня Я не буду трогать вас Но если вы будете трогать меня Я вам устрою войну И буду вас говном поливать До самых выборов И хрен вы наберете какие-либо голоса Я приложу максимальное усилие Чтобы партия 5-10 не прошла на выборах Не злите меня Я вас очень прошу Не злите Будете еще от этого дебила Орлова в эфир пускать? Доиграетесь Я вам серьезно говорю Доиграетесь Значит Тут конец Орлов заканчивает свое видео Тем, что как только ты увидел, что ко мне пришли мусора Как только ты увидел, что ко мне пришли мусора с уголовным делом Ты сразу же мотал снастью Еще раз, Орлов, повторяю Я уехал в Штаты 9 марта Вот запомни 9-9 марта А милиция ко мне пришла 15 марта То есть через неделю, как я уехал в Штаты Если в твоей голове тяжело с математикой Посчитай, что 9-е сначала, 15-е потом 9-е сначала, 15-е потом Не наоборот Не 15-е, а потом 9-е А 9-го я уехал, 15-го мусора Потому когда ты записываешь свое видео Делай точную хронологию событий Не искажай ее, как делает Анатолий Шарий Перекручивая в кучу малую информацию И формируя события в нужном хронологическом ему порядке По полочкам Вот такая-то дата, то событие Такая-то дата, то событие Такая-то дата, то событие Вот тогда это будет правильно Вот тогда это будет правильно И опять-таки Заканчивая, как бы Вопроса больше не той Орловой Это последний вопрос был Заканчивая Ваш друг Онищенко, которого приняли в партию Сбежал от уголовного преследования в Украине То есть вы считаете, что Ростислав Шапочников То, что якобы, по вашим словам, сбежал Это плохо А Онищенко это хорошо Почему бы они в сезоне посидеть Почему бы ему не отбиться Ты же говоришь, что у тебя есть адвокат Отбейся в Украине Там же нормально может отбиться А почему Онищенко не может отбиться У него же тоже адвокат есть Отбейтесь Партия 5-10 У вас огромная партия Поддержите Онищенко Он вернется в Украину И там он себя защитит В чем проблема, я не могу понять Орлов, ты когда формируешь свои видео Ты, хотя бы думая о последствиях Ты говоришь бред Но сам же себя в этот бред и загоняешь Вы критикуйте Шапочникова Что он якобы сбежал Но поддерживайте Онищенко Который тоже сбежал И который скрывается Ничего не может доказать в Украине Ну так пусть Онищенко Покажите пример Покажите пример на себе Как вы успешно с адвокатами Защищаете Онищенко в Украине В украинских судах В Печерском суде Вот пожалуйста, давайте Я надеюсь, я ответил на все вопросы То есть все вопросы, которые Орлов задал в своем видео Я их выписал Я ответил на все вопросы Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы И уточнения Мой адрес Задавайте То есть я, пожалуйста, отвечу Нет никаких там вопросов Так вот, не нервничай Доказывать бессмысленно Смотрите Я вот Понимаю, что не стоит оправдываться Не стоит доказывать Но Среди вот моих зрителей Да, вот Людей, которые меня смотрят Есть люди, которые лайкали Орлова Которые лайкают Балашова Значит, они поддерживают их позицию Значит, для них Орлов и Балашов убедительные Так вот, я хочу обратиться к этим людям Вот вы, послушав Балашова Послушав Орлова Послушав меня Вы какой вывод сделали? Вы можете меня конкретно в чем-то упрекнуть по сути? Ну, конкретно Не выдумывая, как Орлов Повестки О том, что я сбежал Сбежал в Штаты Когда ко мне милиция пришла Да, вот этот бред Вы можете конкретно По сути По факту Меня в чем-то упрекнуть Вот Ростислав Шапошников Взял то-то, то-то, то-то Это подтверждается Такими-то фактами Вот есть свидетели Вот есть заявление Мы обвиняем Я прокомментирую любое обвинение Но вы, понимаете Вечно вы думаете С головы какой-то бред Да, вот И в этот бред Используете как факт И на основании этого бреда Задаете мне вопрос Но вопрос не может Содержать в себе Изначально неправдивую информацию Это непрофессионально Извините Если я повышаю голос Просто я Это важные вопросы То есть я пытаюсь Сказать Для меня это не все равно Потому что это моя жизнь Это наша жизнь И когда рассказывают Что там допустим Виктор Смолий посидел в тюрьме Он вышел и с ним все хорошо Со стороны Орлова Мне это слышать очень неприятно Поскольку я знаю Что у Виктора Смолия Большие проблемы со здоровьем После тюрьмы И я знаю Как тюрьма калечит людей Когда Понимаете Я не хочу оскорблять Но мне так хочется оскорбить Орлова Знаете Назвать его Ну вот Не хочу Не буду Я не буду этого делать Просто этот человек Он получит свое Он получит По заслугам И он поймет Что нельзя Нельзя такие вопросы затрагивать Нельзя Нельзя этого делать И Поймите в чем суть Вот эти люди Этот Балашов Этот Орлов Они Это не рядовые Они стоят во главе партии Они формируют информационный посыл партии Они формируют Стратегию партии Они дают вектор развития И если такие люди Негативные Плохие люди Дают такой вектор развития Негативной Партии То эта партия Не имеет будущего Эта партия Не имеет будущего Поймите в чем суть Мне пишут там, давайте будем, вот Шарий против Порошенко, давайте будем поддерживать Шария, потому что вот наша задача продвинуть 5-10 любой ценой. То есть, что для меня это значит? Это значит, что если партия 5-10 наберет голоса Верховной Раде, то ради внедрения 5-10 они смогут пойти на договор с Путиным, они смогут забыть трагедию, лавайскую трагедию, они смогут предать своих солдат, они смогут изменить Родине ради внедрения 5-10. Это партия предателей, извините меня, это партия предателей. Вот, собственно, что я хотел сказать, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я спокойно отвечу. Если там у Орлова какие-то есть уточнения, если он хочет извиниться за свою клевету, пожалуйста, я готов ответить, это вообще никаких вопросов нет. Орлов это человек, который настраивает камеры Балашова. Он сидит в центральном офисе, настраивает камеры Балашова, ведет там странички, ведет сайты, ведет там YouTube-каналы. То есть, ну такой технический работник, который занимается технической работой, помогает Балашову настраивать там технику, снимать видео. Вот такой Орлов. Вот его запустили атаковать, рассказывать клевету про меня в мой адрес. Понимаете, очень обидно, что мы должны тратить свое время на повторение одного и того же. Да, то есть, я это уже все рассказывал, люди, которые смотрят меня, и так это знают. Но нужно постоянно это все повторять, потому что найдется какой-то не идиот, которому вдруг приснится, что Росислав Шапошников какой-то коварный злодей. Вдруг надо его где-то чем-то уличить. И мне заново приходится это все повторять заново. Я это уже в роликах все рассказал, я это уже все, не знаю, объяснил, но все равно одно и то же. Там ты такой, ты сякой, ты сбежал, ты там тот, ты там все. Да сколько можно повторять этот бред, эту лошадь? Да, ну какой-то чувак, который, подставка для камеры называет его, штативом, говорящий штатив Орлов, что я могу сказать. Я не знаю, я не смотрю никакие вообще новости, да, там, я в курсе всех событий, я не знаю, почему так эта пропаганда кого-то сильно беспокоит. Я, например, вообще не подвержен никакой пропаганде. Я знаю все события, но я телевизор не смотрю. Ну, встретились с Балашовым, скажем, привет, Балашовым. Вот давайте, мы встречаемся с Геной Балашовым. Вот привет, Гена, привет, Ростик. У меня к тебе претензия, я против того, что ты постишь Шария, но мне все равно. Делай, что хочешь, просто я не хочу, чтобы это на мне отражалось. Балашов говорит, я считаю Шария классным, ты плохой. Ну, хорошо, ну пока, ну пока. Вот и весь разговор. Да, я еще раз повторяю, что когда Балашов начал пиарить Шария, и, собственно, я записал видео по Балашову, смотрите, у Балашова началась отписка. Видите, у него была сначала подписка, да, а потом у Балашова начались, с его канала отписываются люди, он теряет аудиторию. То есть вот этот конфликт со мной, он привел к тому, что люди начали отписываться от Балашова. Видите, Балашов теряет людей, Балашов теряет подписчиков. Его канал терпит убытки. Видите, красненькие, это все отписки. У меня на канале одни подписки за последние месяцы. Посмотрите, видите, у Балашова была картинка и меня. Видите, люди на меня подписываются, а от Балашова отписываются. Вот, собственно, к чему приводит политика Балашова играть на два фронта. Когда Балашов поддерживает Шария, заманивая себе на канал ватных российских любителей Путина, а потом в другом видео начинает рассказывать о том, что он патриот и бьет себя в грудь, то, конечно же, люди, которые, патриоты Украины, отвернулись, ушли от Балашова, потому что он начал заигрывать с ватниками, а ватники, услышав, что он патриот, начали его обсырать, и получается, Балашов потерял подписчиков со всех сторон. Он пытался играть на два фронта и заигрывать и с ватниками, и с патриотами, а в итоге потерял и тех, и тех. С Виталиком все хорошо, все отлично, все нормально, все живы, здоровы. Ну, Виталик больше на Инстаграме ведет трансляции. Правильно, много людей от Балашова отписалось, около тысячи людей, если не ошибаюсь. Ну, то есть, какая-то цифра там отписалась, ушло просто от него. И он теряет грамотных, умных людей, он просто вокруг себя начинает концентрировать идиотов. Вот к чему приводит такая политика Балашова. Ну, хорошо, в общем, я высказал, что хотел, я думаю, всем все понятно. Если есть какие-то вопросы, пишите, я буду на них отвечать, без проблем. Только не пишите вранье, я вас очень прошу. В ЕСПЧ, я обращался, ЕСПЧ присылает отказы в открытии производства. Да, да, все правильно, Балашов потерял. Всем привет, кто подключился, я провел большой эфир. Кому интересно, посмотрите в записи, я ответил на все вопросы по своей жизни, на все введения Балашова. Там Балашов вроде какое-то еще говно на меня написал, я еще его не смотрел. Я посмотрю очередное говно Балашова в свой адрес и думаю, я запишу еще одно видео, где дам Балашову еще одну оценку, с учетом того, что он говорил раньше, говорит сейчас. У меня есть некоторые материалы, я хочу показать двуличность Балашова, о том, что он меняет свою позицию в зависимости от конкретной своей меркантильной выгоды. Он не имеет какой-то одной стратегии. Поэтому всем спасибо за эфир, всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, не ленитесь, высказывайте свое мнение. Мнение важно. Но нужно вести с людьми диалог, нужно доказывать, потому что я вижу, что людям не объясняешь, и люди начинают верить пропаганде. Я хочу напоследок сказать, что не вся та пропаганда, что на телевизоре. На телевизоре тоже не все пропаганда, много и правдивых сюжетов. Но и не нужно думать, что те люди, которые опровергают эту пропаганду в телевидении, сами не являются пропагандистами. Те люди, которые связался с Балашов, сами являются махровыми пропагандистами и сами толкают дезинформацию. Их тоже приходится разоблачать, потому что они тоже стали средствами массовой информации. Поэтому не думайте, что человек, который корчит себя разоблачителя фейков, сам не является фейкометом. Всем привет, кто подключился. Я уже заканчиваю, я говорил больше часа, наверное. Посмотрите в записи, ответил на все вопросы. Всем пока, увидимся на ютубе, увидимся в прямом эфире. До встречи. Продолжение следует...